Добрый, 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 добрый вечер! Это Шкоркиш шоу номер 3! Димас! Ну почему сразу Димас? А потому что кто ты у нас? Ты у нас Базилев, Дмитрий, я все помню! Слушай, ты знаешь, я понял, что я сегодня Алмаз Рубинов. Алмаз Рубинов! Друзья, заказываем песни, гадания на картах Таро, денежки сыпятся в наш кошелечек и куда там еще. Да, я могу почистить, могу немного почистить, чтобы сущность ушел. Так что заладите ваши денежки, передавайте и будем рады вам постараться. Мы-то будем рады постараться, но не за тем мы сюда пришли, чтобы денежек только скосить. Ангел мой небесный! Мы ведь пришли сюда в первую очередь для того, чтобы вам рассказать о том, что в мире происходит, обсудить это, поиграть немножко музыки и вообще поднять настроение в этот вечер среды. Господи, запутался, хотел сказать, в этот субботний вечер. А вот нет, уже настроение, понимаете, к концу недели. Слушай, мне кажется, несложно и в среду устроить субботний вечер. А мы с удовольствием, кстати, было бы желание. Давай, мочи, что ты заготовил нам? Я немножко... Я всегда, кстати, без подготовки практически. Ну, конечно, да, все спонтанно. Все лучшее в этом мире происходит спонтанно. Вы не представляете, как мы сегодня собирались, это кошмар. Но мы собрались. Но мы собрались, это важно. Мочи. Слушай, давай начнем с такой веселой, развлекательной, энергичной, я бы даже сказал, где-то темы. Тема алкоголя. В среду вечером, а зачем нет, когда да? Интересно, что у нас на столе ничего нет. Кстати, не знаю, не знаю, посмотрим, подумаем. У нас два раза ассистент наш радовал уже. У нас два ассистента. У нас два ассистента, но да. Обсудим новость с алкоголем. А давай обсудим уже действительно, что там. А посмотрим, нас порадует или нет. Лимончик нам сообщает, что во время чрезвычайного положения в Эстонии стали больше пить. Люди нервничают. Люди нервничают. Люди нервничают. Люди беспокоятся. Люди беспокоятся. А потому что, а почему нет? Так я-то думал, там серьезная новость. А там домыслы психолога. Чуть не сказал психиатра. Слушай, знаешь, я тебе скажу. Психиатр не домышляет. Он разбирается с уже, так сказать, свершившимся фактом. Правильно? Да. Не, ну люди... Ну а вот что? Понимаешь? Вот что? Вот ото вообще тут сыпятся вот эти вот непонятности. Правильно? Ну вот такие вообще жуткие вещи. Как бы там все умрут. Все все туда-сюда. Смотришь статистику, особенно не нашу. Потом на нашу смотришь вроде как успокаиваешься. Но опять идешь в магазин. И люди нервничают. Правильно? Все же нервничают. Ну я-то умудряюсь раз в неделю сюда принести свои кости. Я вот хотел спросить, как? Как тебе это удается? На самокате ли ты приезжаешь, кстати? Лето все-таки? Я бы цитировал Агату Кристи. На ковре вертолете мемора дуги. Блин, я думал, что ты из Реркюля Пуаро. А нет. А нет. Собональность. Слушай, ну да. В принципе, а на чем еще местный гадатель может дойти? Заказывайте гадание. Я извиняюсь, пропеллер где брали? У Харлсона? Пропеллер пропили. Не, ну ты посмотри, как у меня жилье сегодня, да? Да, слушай, может ты людям покажешь. Я бы с удовольствием показал. Да, вот. Подожди. Давайте вот так сначала, да? Вид поменяем. Вид поменяем. Да, вот. 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 Вот это... Чуть-чуть, чуть-чуть применяйся. Вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, это мой спутник сегодня. И он, это мой спутник. Мое жрелье дает 99 миллионов процентов точности моих гаданий. Я такого процента точности не видел даже в Бюро статистики Российской Федерации. Даже на лучших каналах с прогнозами гаданий. На лучших каналах вообще не бывает точности. А вот, да. Ну так вот, чрезвычайное положение в стране, чего уж говорить, подвергло жителей стрессом и испытаниям. Кажется, что справиться со скукой, одиночеством и негативными эмоциями многим помогают горячительные напитки. Чай. А нет. Куда? Подожди, а кажется, кому кажется? А вот, а кажется, ты не поверишь, кажется психологу Тиня Калда. Это не родственница или мои конкуренты? Там же Калдре. А-а-а. Ну, пардон. Там же Калдре. Но в целом, в целом, почему нет, правильно? Да, да. Ну вот, портал поинтересовался. Подожди, а если есть, чего кажется? Она, что, я не знаю, такая в доме в своем по квартирам прошлась, а ребята ей открывают добрый вечер, а мы здесь припухиваем, а почему нет? Нет, нет, а почему запах стоит? А, это, знаете ли... Показалось. А почему запах стоит? А, вы знаете, кажется, это от вас. Это у кого запах, да? Это у кого еще запах? Вы знаете, не запах, а душок, давайте называть своими именами, так сказать. Вполне возможно, что потребление алкоголя в настоящее время возросло, предложила Тиня. Но опять же, может быть и нет, да? Да, но вот тут дальше пояснение есть. Например, в паре, которая раньше выходила бы в свет вместе, кто-то не пил из-за того, что был за рулем. С большей вероятностью теперь в пятницу они выпьют по бокалу вместе дома. А по бокалу, понимаешь, говорит Калда. А я скажу так, по большому-то счету, на самом деле, она очень хорошее мнение о всех нас, о наших гражданах и негражданах. Которые никогда не попадаются пьяные за руку. Действительно. Ну, раньше кто-то два бокала выпивал, теперь они делят два бокала на двоих. Это же прекрасно. Это значит, что как минимум в два раза меньше кто-то, извините меня, в свой организм вливает плодострасного напитка. Это еще не все. Это не все. Там будут новости покрепчились. Нет, подожди, давай с этой разберемся. Если из-за карантина вам не нужно выходить утром на работу или вы работаете из дома, намного проще оправдать несколько бокалов вина вечером за фильмом. Скажет тебе любой работодатель. То есть это называется теперь так, да? Ты что вчера вечером делал? Я оправдывался. Но оправдывался до такой степени, что сегодня утром во рту сухость. Я просто весь вечер сидел, оправдывался. Во рту сухость теперь. У меня болит голова из-за того, что я очень громко разговаривал. Во рту было сухое. Надо разбавить полусухое. Иногда полусухое, да? А иногда еще и... А с утра просто сухость. Да. Слушайте, ребят, пишите в чат, как вы считаете, начали ли мы больше выпивать. Может быть, кто-то начал меньше выпивать. Может быть, кто-то... Кому погадать? Кому погадать? Присылайте. Среди всех ответивших разыграем гадание на картах от... Я извиняюсь, как вы звали сегодня, товарищ? Алмаз Рубинов. Алмаз Рубинов. Погнали дальше. Поехали. Ну что, ну что? 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 Все. 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 Я тут... Я тут... Нам вот там в комментах пишут, да, что по поводу прошлой новости, что, как бы, видели, как люди сносят, сносили точнее с полок весь алкоголь. И, ну, в целом как? Как можно снести весь алкоголь? А, можно двинуть полку и снести весь алкоголь. Двинуть полку и снести весь алкоголь. Но при этом человек признается. Андрюха, привет тебе огромный. Обязательно попробуем выполнить твой пламенный заказ. Может быть, даже в следующем блоке музыки, музыкальном. Хорошая аура. Слушай, да. Аура отличная, отличная. Да, слушайте. По поводу, по поводу нашего ассистента. Наш ассистент опять на высоте. Девочки знают, что нравится мальчикам. Мальчикам нравится... Среда вечер. Тички! Вот. И сказали, что... Димас, попробуй... Ой, простите. Алмаз. Алмаз, попробуй. Как там сказать? Размешать что-то надо, да? Да, давай, давай, давай замути. Я вот у меня... Это через край не польется все на роже? Через край у тебя польется, если ты все это залпом выпьешь. Вот. Обязательно, короче, мы в момент какой-то обязательно сделаем так, как нам... Давай, да, под ритмы танго. Под ритмы танго, да. Которую мы будем открывать в следующий блог по заказам наших слушателей. И... Слушай... Я разыграл первые три карты. Ты разыграл первые три карты. К нам пришла... Я извиняюсь, зачем ты их разыграл? Что они тебе сказали на этот разыгрыш? К нам пришла императрица. Не смейся императрица. Сольна или как? Довольно. Это, кстати, похоже. У нее ржаные колосы в руке. К нам пришла десятка посохов. Это... Это... То есть, подожди. Это что было? Это у нее, получается, колосование было? Колосование. Десятка посохов. И маг. И маг. Десятка посохов. Это десять посохов. А значит, вечер будет хороший. Ребят, мы нагадали хороший вечер. Продолжаем. Давай. Что у нас? Мочи. Мы же все-таки информационная программа. В некотором роде. Аналитическая. Аналитическая? Аналитики в нашей программе даже, наверное, большая часть. Я думаю, это... Всем заметно. Да-да. Из новости до эфира доходят одни заголовки. И чуть-чуть в прошлое же дочитал. Почти. Не удалось. То есть ты даже запиналил, что ты все. Я просто не все выписываю. Каким образом ты выписываешь что-то на телефоне? Я думал, последнее, что ты выписывал, был журнал «Майя». Дом? Пусть будет дом. Южане прислали нам новость. Южане. Южане-режане. Южане-режане. Да. Они прислали тебе новость. Да. Ну, хорошо, давай. Зачитываю. Зачитываю. Рижский марафон из-за пандемии коронавируса. Могут перенести... А, кстати, пандемия или пандемия? Вот она. Хорошо. Допустим. Марафон могут перенести в онлайн. Ну, и раз могут, пусть переносят, но... Подожди, что значит марафон перенести в онлайн? Они возьмут всех этих людей, которые должны были собраться на старте, в том же самом составе, массово, снимут на фотокарточку и скажут, вы в онлайне? Когда начались карантины, я видел такие шоу, где наливают жидкое масло на пол. И человек на кухне прям по полу бежит. Марафон. Может, это вот это имеется? Каждый на кухне на лед лужицу. Это знаешь, когда ты уже располнел, а твоя супруга говорит, ну давай, добеги до холодильника. И ты такая... Марафон. И не меньше сорока километров. А можно полумарафон полу... А ты, главное, как бы уже вроде бы пяточки впитали, а она тебе на еще с ведра, да? Бежишь полумарафон, получаешь полуужин или полуобив? Бежишь полный, кушаешь по полной. О, традиционный рижский марафон перенесен на 10-е один статья. А, так в Риге, кроме шпротов, оказывается, еще традиции есть. Шпроты и марафон. Ребят, кто из Риги? Не обижайтесь, но правда. Сейчас по килькам пройдутся. То, что в Талии нет пройдет, наверное, еще меньше. У нас даже шпротов нет, кстати. Рижские шпроты, это... Они не все рижские. Это вам не марафон. Хотя, со шпротов такой марафон можно... Можно устроить их, если молоком разбавить. Так, хорошо, допустим, бежим мы такие в онлайне. Да, да. Если к тому времени в стране будут по-прежнему действовать ограничения, забег могут перенести в онлайн. То есть, как бы, никто не в курсе, будут ли ограничения, будут ли эти люди. Кстати, вот мне интересно, билеты вообще... Ну, там же, наверное, тоже, да, не просто так, типа, ха, давайте замарафонимся. Мы же, типа, то есть, там все-таки какая-то тема есть, что ты, наверное, там, да... Я тут покручу немножко, кручу и рчу. И мысль закончи у меня. Кручу и рчу. У меня в голове крутиться начинает. У тебя. Слушай, ну это хорошо, тут у тебя хоть какая-то движуха в голове начинается. Знаешь что? Я забыл, о чем я разговариваю. Мы про марафон говорим, который пройдет в онлайне. Хорошо. Тут технически не указано, как они собираются проводить, на уровне домыслов. Не, мне хорошо, мне просто... А, я вспомнил. Про что может один ангел-то говорить? Про деньги, естественно? Ангел небесный. Да, я этот, который за бабосики отвечает. Не за бабосик, за бабосики. Не надо меня так смотреть. Вы бы видели глаза алмаза, который загорелся по бабушкам. Слушай, ну смотри, вот люди, допустим, да, они такие вот... Купили билет на мероприятие, да? А им говорят, ребят, за 20 евро в онлайн. А ты сначала добеги до марафона. А как это будет выиграть? Что значит онлайн-марафон? Это как? Вот игры, указания. Ну, я понимаю, онлайн-киномарафон. То есть тебе там киномарафонят. Вот как? Впервые. Все дружно взяли телефон, короче, побежали в зубе, да? Да, вот смотри, впервые в истории мероприятия марафон также может пройти в онлайне. Участники получат возможность пробежать дистанцию индивидуально и записать расстояние и время в специально подготовленном приложении. Так я могу записать и не бежать. Зачем не бежать? Мог записать 10 лет назад и бегать каждый год. Мне кажется, я чемпион мира по марафонам уже. Я думаю, что если все записи сложить, которые я мог бы записать, то мы бы уже добежали до Луны и обратно. А я вам скажу, что Илон Маск-то опоздал бы с прибытием на Марс. Я бы уже был там и шел бы обратно. Причем с пивом. Прочат поставить Яко-Юала. Есть Яко-Юала? Яко-Юала? Что? Ну, вдруг есть. Ну, безусловно, он существовал. Не знаю, позор мне. Я не знаю, Яко-Юала существующий или нет. Короче, с чем мы подытожим весь этот марафон? Давайте бегать. Ребят, давайте бегать. Мы вас призываем. Как говорится, трясите коктейлями с тем, чем нам дали в этот раз. В этом году. Как говорится, кто чем может, тряхните стариной, ногами, руками. А мы, наверное, сейчас пока поедем. Поедем, да. В этом сезоне спортзалы закрыты, но открыты весь турники будут скоро. И турникмены вперед. Под нашу хорошую музыку. Турник. Турник Менистан. Турник Менистан. Удивительно, правда. Нас тут уже упрекают, что мы не шутим. А мы не шутим, потому что мы люди серьезные. Какие могут быть шутки с клубникой? Это закончено предложение. А кто пробовал пошутить с клубничкой, а? Подожди. Или под клубничку надо шутить? Сейчас опять даю что-то. Надо после клубнички шутить. И во время тоже. А спонсор? А спонсор шкварки шоу «Бременские музыканты». Бременские музыканты. Фантазия Ливанова, Энтина на тему сказки «Братьев Гримм», музыка Гладкова, стихи Энтина. А вот так вот на секундочку. Где у вас такие спонсоры? Как говорится, с прошлого века. Вы найдите, это раритет. На прошлой неделе хорошо мы загнали нашу пластинку. В этом выпуске, я думаю, еще не будет. Подожди на секундочку. Я забыл с тобой поделиться. Извини. А потом вы говорите, какие тут шутки. И часики с кукушкой тоже я прихватил. Да кукушка-то я знаю, где у тебя. Часики, я извиняюсь, тикают твои уже давно. А сейчас стали тикать еще быстрее. До полной остановки. А ты подкручиваешь свои? Я подкручиваю. Что? У тебя механические? Они уже давно не механические. Я туда батарейку поставил. Откуда? Мы гадали. Какое отверстие? Мы гадали. Вы нагадали себе батарейку. Я натирал шар. Мы гадали. Ушла императрица. На ее место пришла луна. О чем это говорит? Это говорит о том, что императрица ушла. Да, хорошо. Пришла девятка мячей. И пришел шут. Девятка мячей, я все-таки надеюсь, нет? Девятка мячей. Те, говорю, правильно пишется мяч. При чем тут мяч? Девятка мячей. Прошла девятка мячей. Это три по три в баскетболе, между прочим. Кто не знает. Сколько это очков? А это вот спросите в том месте, где батарейку все вставили. В часы ваши механические. Его посадили. И выросла клубника. И выросла клубника. У нас новость. А, у нас новость. У нас новость с полей коронавируса. Я сейчас представил. Знаешь, где такие поля? Знаешь, это такое лукошко, короче, да? Там вот так вот. Сеятель. Я видел, у меня сосед по двору вот так вот птиц прикармливает с пакетов по всему двору. А потом говорит, нет, это не двор, это лесополоса. А кому-то приходится на автомойку три раза в неделю ездить. У него, наверное, нет автомобиля. У него точно. У него вообще ничего, кроме лукошка, нет. И птиц. Как же он твоим соседом-то стал? Нет, он мне пытался убедить, что это я стал его соседом. И как? Убедил? Я наслаждаюсь, я наслаждаюсь. Он уже не так сильно. А, ты и мойкой наслаждаешься? Давай новость. К полям коронавируса. Маски сомнительного... Палям-палям-палям-палям. Маски сомнительного... Давай, продолжай. Маски сомнительного качества отправят на проверку, но сначала раздадут врачам. Маски кого? Фредди Крюгера? Сомнительный у вас Фредди Крюгер. Да, так себе. Какие там еще маски выйдут? Маски. Человек с иглами на лице. А, и это, блин, знаменитая же. Ну, маска-то одна, а что она? Вообще, когда тебе говорят маска. А, маска. The Mask. The Mask. Не выпендривайся. Ваш Гардиан мы запомним надолго. С Гардиана все началось. Да. А, все-таки оттуда. Мы выяснили. Мы знаем, откуда все началось. Теория большого взрыва, все полная фигня. Все началось с Гардиан. Получены сигналы. Подожди, мы не разобрались. Что за маска? Нет. Это та же новость. Это я не переключал еще. А нет? А у меня канал, видимо. Видимо, защитные маски. Все штуки. Хорошо. Подожди. Если их дадут медикам, они от чего их защищают? Они называются защищать. Защищайте, сэр. И маску вот так вот на швабре протягиваешь туда подальше. Получены сигналы, что часть закупленных масок не соответствует заявленному качеству. Ну, это была тема, да. Их отправят на проверку в лаборатории, в заграничные лаборатории. В заграничные лаборатории к врачам. Отвезли сюда, чтобы отправить их за границу в лаборатории. Все? Все. Но кроме тех, которые... Там написано сколько их? Но до этого... А вот что интересно получается, до проверки их выдадут врачам. Чтобы проверить, пропускают или нет. А потом эти использованные врачами маски отправят на проверку, защищают они или нет. Круговорот бабла в природе, ребята. Учитесь. 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 Что если ты берешь в аптеке маску, это совсем не значит, что она новая и чистая. Там ведь не написано, что она новая и чистая. Там написано, что она соответствует стандартам. Что она 170 центов. После использования... Иногда она стоит гораздо дороже. После использования маска тоже соответствует стандарту. Стандарта никуда не делся, как говорится. Там, кстати, ты за свои 70 центов после использования... Ну, боже, вернуй 35 обратно. Нет, ты можешь получить... Масочный кэшбэк. Нет. Ты за свои 70 центов получаешь не просто чистую маску... А еще и резиночки на уши, да? И она еще с двух сторон разноцветная. Да, и у тебя всегда что-то на ушах, опять же, как бы, кроме лапсы. Кстати, ребята, а кто знает... Да подожди-то я не договорюсь. А нет, да? А у меня вопрос наболел. У меня душа свербит. Ты вообще человек нездоровый, как я смотрю, то маски тебе, то алкоголь. Мне сейчас гадать, а я не знаю, какой стороной маску правильно одевать. Какую? Любую. Кстати, я вспомнил, ведь был какой-то фильм ужасов, где использовали в качестве маски просто из другого фильма, перевернутые наизнанку. Вот был такой фильм ужасов, я не помню, как называется. Фильм ужасов? С перевернутой маской наизнанку, да. Какой кошмар, правда. Это бюджетная история была такая. Это не советское кино. Нет? Нет. Хорошо. У меня другая тема была. Ты же получаешь с использованной маской как бы еще дополнительно слюни, например. Бонус, да? Микробинку там какую-то, как говорится, а вдруг не было. А у меня вот теперь не только про маски разговоры. Много мусор. Ты сейчас думаешь, что ты получил, когда я тебе что-то отдавал дополнительно? Нет, ну, к примеру, мусорный пакет. Ведь его использованный со свалки гораздо выгоднее забрать, чем новый из магазина. Ты думаешь, там может быть еще какой-то сиропчик попить? Или что? Давай музыку. Нет, подожди, давай. Надо разобраться, да? Да, надо разобраться. Во-первых, где ты берешь эти мусорные пакеты со свалки? В каждом дворе эти пакеты со свалки. А почему ты ходишь по чужим дворам и собираешься? В моем дворе нет свалки. Да, у меня есть там, как у всех нормальных людей, домик для отходов. Отходы в данном случае не значит, что ты отошел туда. А это значит, что у тебя есть мусор, ты туда выбрасываешь. У меня вопрос, какого черта вы, товарищ Алмазов, при ваших-то, извините меня, способностях предугадывать, жаритесь, где попало. Или вы с картами, с картами сидите, себе сейчас нараскладываете здесь, а потом пойдете и заберете тот самый пакет, где есть что-то. Я напомню, что я Рубинов. А не Алмазов. Яхонтовый вы мой. Да, да, да. А еще некоторые используют удочки с крючками, там раз, можно зацепить. Что это происходит? Набрать. Нет, есть же эти как, дауншифтеры, лоу лайферы, ноу лайферы. Я сейчас, простите, по-алмазовски не понимаю. Кому надо поймут. Ребят, я не знаю, о чем. Подожди, ты вот сейчас вот такой вот с удочкой. По-моему, ты с этой удочкой? Ты не видел людей, которые ходят по мусорным бакам? Я видел людей, что ты ходишь на рыбалку, туда спиннинг закидываешь. Я инвестор в данной ситуации. И много вы инвестируете в месяц в этот доходный бизнес? Ты знаешь, через день, через два и получается. Ты новость дочитал, нет? Нет, там уже не до этого. Давай попробуем. Давай, после первичной проверки мы выдадим средства индивидуальной защиты. Но параллельно будем ждать заключения лабораторий. Объяснил министр. От чего там защищаться? В то же время министр подчеркнуло, что сейчас выбор стоит не между прекрасно оформленными, чудесно, стопроцентно надежно сертифицированными масками и надежными масками, а между масками, которые, в принципе, можно купить, и отсутствием масок. О, как завернуло. В принципе, что-то можно купить, то, чего... Это же круто! Есть вариант купить что-то, чего нет. Да. Ну, то есть, если есть возможность ничего не брать, то ты ничего не берешь. А если есть возможность взять что-то, то ты что-то берешь. Я могу как министр говорить. Возьмите меня в пресс-секретарь. Товарищ, он будет лучшим. Погнали дальше. Поехали. Друзья, шкварки-шоу снова вместе с вами в этот раз в среду. И я думаю, что, может быть, если мы постараемся, мы продолжим. И дальше, по средам, мы уже третьей неделе выходим к вам. Чтобы разные шоу... Ваш мобильный девайс, ваш... Мобильный девайс. Ваш мобильный девайс. Алмаз, Димас и Базилиев. И просто класс. И просто класс, да. Ваш мобильный девайс, ваш... Не очень мобильный девайс. А может, кто смотрит нас вообще на телевизоре? А кто-то в кинотеатре? Ну, вдруг. А ты загнул. Знаешь, показывают оперы в кинотеатре. Может, наше шоу показывают в комнате в кинотеатре. Ну, да. Так, ладно. Что мы хотели? А ты знаешь? А ты знаешь, что в этом году лето не отменили? Да ладно! Ты не поверишь? Нет! Да. Кое-то веки. Но с условностями. Лето дали условку? Я надеюсь, оно подусловно досрочное не попадет в этом году. Типа, а-ля, там в июне, в первой неделе. Типа... Не, оно будет там. Лето на... А, не, наоборот, нормально. Лето на выход. Сейчас долго-долго ждали, да? И опа! Лето на выход. А оно такое, знаешь, знаешь, какое-то в американских фильмах, там, да, там, оно такое стоит с сумочкой, с пляжной такой, панамочка, купальничек. Оно уже помелькало в воскресенье. Купальничек на нем, знаешь, и так открывается одна дверь, отъезжают ворота, солнечный день, и вот она так, оба! И все расцвело, и заиграло, и коктейли, и дальше, и все такое. А то мы Джерри вспомнили. О чем оно? Слава богу, не... Давай. Что там у нас? Что? О чем мы? Летом двадцатого года в моде будут трикини. Трикини? Прикини. А подожди, это я с летом, значит, сейчас очень... Прикини будут в моде трикини. Прикини. Но? Ну вот, это комплект из купальников. Ты мне сейчас знаешь это? Да посмотри на это. Покажи людям. Покажи куда-нибудь камеру, я не знаю. Будет видно, нет? Ну, ребят... Слушай, а лучшая трикини на моей... Ты лучший. Хотя сегодня ты гадалка, поэтому... Я гадалка. Давай сначала... Подожди, ну трикини. Разберемся с трикини. А знаешь, что такое? Подожди. А у свиньи из... Ну, погоди, тоже трикини? Или у нее был мультикини? Мультикини. Съехал, да? Не пришлось считать. Я не помню, сколько там было. Там было мегакини, гигакини. В шестикини, семикини, да? Десятини у нее были. Десятини. Ты знаешь, что на каждом пляже есть такая... Десятини? Ну, погоди. Ты как королева пляжа. Вот приходишь, она в шляпе, как правило, сидит по направлению к солнцу. А кто-то должен присматривать за нами всеми. Да. Понимаешь? Не успевают же вот всех вот выловить-то, если что. Она не то, что выловить, но она хотя бы тебя проводит взглядом. Мне интересно, как она во все города успевает одновременно. На все пляжи. У нее клон. Или у них франшиза. Пляжная. Пляжная франшиза. Подожди, а во франшизу же всегда какой-то комплект ходит? Там вот мультикини. Кроме того, нет. Мультикини, это понятно. Это как это? Униформа. Это стандартная униформа. У нее там с собой, по идее, должен быть какой-то бутерброд с яичком и курочкой. Да, да, с курочкой. Муж сточенький. Что-то бутерброд с яичком и с курочкой. Это же бред. Должно быть отдельно. Курочка, яичко и бутерброд. Когда курочка и яичко отдельно, это же другая история совершенно. Это ты сейчас какую-то птицефабрику нам при этом представил. А можно считать, что курочка и яичко отдельно, когда ты желток из скорлупы разбиваешь на сковороду? Какой ужас, бля. Как тебе это существует в голове? Ты посмотри на меня. Ты самый невинный. Да, я сегодня заметил. Какой Юдашкин тебе костюм сострянул? Ой, да ладно, про меня ничего не говори. Увидел тебя. Так, зачитываю. Тут от базилия алмаз остался. Трикини, итальянский дизайнер. Ты хотел ребус пространную вещь, уже спалил конторы. Итальянский дизайнер и предпринимательница выставил на продажу наборы из медицинских масок и купальников во время пандемии. Пандемии. Коронавирус. Ты не обращай внимания. И разбогатело. Я тут прислушиваюсь. Об этом сообщает Daily Mail. Еще раз. Итальянский дизайнер что сделал? Разбогатело? Итальянский дизайнер разбогатело. В этом году разбогатели на масках все, кроме ленивых. Кроме нас с тобой. Ты знаешь, невероятная новость была бы итальянский дизайнер и не разбогатело. А тут прям звезды пошли. А, но у них же там, кстати, неплохой министр юстиции. По словам владелица магазина бикини Elexa. Elexa? Это магазин. Тицианы Скоромузо. А я продолжаю издеваться. У вас не передаваемый итальянский акцент. Я продолжаю издеваться на итальянский бикинами. Как алмаз, кстати, могли бы по-итальянски-то как бы хотя бы выглядеть. Так я выгляжу. Ее бизнес пострадал из-за введенных итальянским правительством ограничений на передвижение. Она рассказала, что нашла... А она сказала... Она нашла ту самую женщину с пляжа, которая тоже пострадала из-за передвижения. А она не пострадала, кстати. Она просто сидела на пляже. Она начала разрабатывать дизайн комплектов, состоящих из купальников и защитной маски с одинаковым принтом, чтобы поднять настроение себе и членам семьи. Она подняла. И не только членам. И не только семьи. Отмечается, что когда... А как у тебя такие же видения? Женщина... Алмаз, вы что-то недоговариваете? Вы откуда в курсе, что там кому подняли, как говорится, и с кем вместе? Ну, от домыслов. Что, домыслы подняли? Домыслы, домыслы, конечно. Я читаю между строк. Ну, видел бы ты эти картинки. Ну, ты посмотри. Ну, ты посмотри. Ну, ты посмотри. Слушай, не хочу показаться... Мне кажется, что она есть. Отмечается, что когда женщина разместила в социальных сетях свои снимки дочери... А, это дочь. В новых вещах фотографии стали вирусными, и спрос на продукцию бренда вырос. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название Трикини. Это при том, что еще не факт, что на пляж-то выпустят, да, в этом году? Да. Слушай, ну, как говорится, а кто мешает в Инстаграме пофоткаться? Есть альтернативные способы загорать. Есть ведь эти солярии, есть... Хорошо, которые тоже не пускают. Есть кухонно-балконный способ загорания. Кухонно-балконный способ загорания. Вот. Кстати, если у тебя не солнечная сторона, есть повод познакомиться с соседом, чтобы у вас на двоих была одно солнечное. У меня есть и солнечное, и северное. Ой, не выпендривай. Не хочу знакомиться с соседями. А где твой... Меня вполне устраивает жить одному. А где твой загар в таком случае? Мой загар? Под крыльями. Не видно водоперей. Удачно спрятал. Я, да. Ребят, ну, я не знаю, сегодня, может, и не так смешно, но мы... Я так понимаю, у нас заказ на музыку был, да, между делом? А у нас, кстати, балкон. Мне вот только что сейчас предъявили в чатике. Да. Да? Что я когда-то говорил, что я не играю русскую музыку. А ведь так и было. А ты уверен, что это русская? Вообще совершенно не. Во-первых, Иван Доррен из Украины, так что, Миленочка, извини-ка, пожалуйста. А музыка на русском языке, это немножечко другое. И есть у нас, понимаешь, претензии к той самой зарубежной теме, потому что в Facebook, будь он не ладен, довольно вредная площадка. А собрать его в другом месте, вот, например, в Twitch, про который я уже два раза в комментариях упомянул, довольно сложно. Вот если бы у нас смотрели в другом месте, мы бы играли любую музыку совершенно. Да и новости были бы на английском. От за артен. Слушай. Да. Обычно новости читаешь ты у нас. Да. Но что-то как-то меня немножечко... Как-то и новости не читает. Да, и новости не читает плохо. А ну-ка, блескни. Акцент итальянский чересчур проскакивает. А ну-ка, блескни. Блескни. Проблески у нас к вечеру появились. Это не коктейль. Коктейль, кстати, безалкогольный. Коктейль-проблеск? Коктейль. Надо записать лицо. Ребят, кто там на баре работает, рекомендую. Короче. Звезды Дома 2 из соцсетей. Они еще живы. Я про Дом 2. Ты представляешь? Слушай, вот... Я тебе больше скажу. Они будут выживать в новом шоу на ТНТ. О май гад. То есть Дом 2, в принципе, для них был как бы... Во-первых... Для них надо сделать новый ТНТ. На острове. Показать, транслировать его отдельно, только для участников. Ой, подожди. Нельзя же это было говорить. Дом 2, простите. Я обожаю ваше шоу. Ой, это тоже нельзя было говорить. Это лучше не надо, да? Нас больше никто никогда смотреть не будет. Но суть в том, что на самом деле у меня вопрос. Кто звезды Том 2 на данный момент? Ну, я Бузову знаю. Но она не звезда Том 2. Она просто звезда. Это было там еще. Да, она просто звезда. Слушай, но Бузову крутая, на самом деле. Да, хорошо. Я не в этом смысле. А я в этом. Давай новость. Вы свои ваши итальянско-армянские. Корни-то как-то попродержите-то. Перестаньте их терять. А я теряю корни, да? Короче, Триколан ТНТ готовит показанного реалити-шоу. Остров Героя. Дом 2, Остров Героя. Они героями стали. Ребята. Пройдет 100 лет. Дом 2 отметит столетие. И только тогда он станет Домом 3. А все те же самые люди, которые начинали, все еще будут там. А Бузова будет там. А Бузова будет как поэтессы из позапрошлого века. Что-то на вроде Ахматовой. Что-то на вроде Гиппиус. Я знаю, что слово смешное, но... Кажется, ее звали Зинаида. Так и что там? Что за новость? Новое шоу. Новое шоу Остров Героя о популярных блогерах. В принципе, это, кстати, очень грамотная тема. Взять, все зло собрать, увезти на остров. Все равно, которым никто не пользуется, желательно. Нас тоже. Но нами пользуются. Я сегодня за добро. Хорошо, так. Интригует, да. Я бы не хотел, чтобы нами пользовались. Вернее, интригует. Хорошо. Смотри, ну на самом деле грамотно. Ты берешь Дом 2. Хорошо, Дом не берешь. Дом, бог с ним. Берем 2. Дом никаких претензий. Берем просто 2. Берем вот эти 2 и все же с ними. Два блогера. И вывозим на остров. Так. И уезжаем. Так, блин, я тоже хочу на остров. Снимать не обязательно в целом. Я тоже хочу на остров. Ну, если, конечно, доберутся обратно, то беда. А в этом все шоу, да? Единственное, зачем? ГПС датчики стоит поставить, просто чтобы, знаешь, чтобы... А вдруг? А вдруг одна ушлая... Так, а подожди. Насколько я помню, там участники и участницы ищут любовь, строят дом и там получают дом. Такой... Дом на острове? Дом на острове. То есть ты думаешь, они в состоянии что-то построить? А тут блогеры. Блогеров надо селектировать по возрасту. Подожди, но и участники Дом 2. Или участники Дом 2 это тоже блогеры? А, нет, я думал, они дом соберут из блогеров. То есть из популярных там пойдет какой-нибудь там кто. Да, и двери и окна заблогируют. Да, ну условно какой-нибудь там. Условно это у нас уже было. Это к лету. И там три. Да, да. Три что-то там. Вот это. Главное, не пер. Вот, короче, на неделю... На неделю они отправятся на необитаемый остров Мога-Мога в Панаме. Но ты бы не на неделю поехал в Мога-Мога. Ты представляешь весь этот бестиарий отправить на неделю в Панаму? Ну, во-первых, это дорого. Да. Но с другой стороны, а вдруг на этом все и закончится? А еще непонятно будет ли спрос на это шоу. То есть окупится ли. Это как пилотка пойдет. Пилотный проект. Куда это? Пилотку не трожь. Пилотка наша все. Во всех смыслах. Ну вот, участником стали героиня шоу «Дом-2» и инстаграмщицы. Кто такие инстаграмщицы? Нелли Ермолаева. Что ты сказала героине? Что это она. Да. И она. И она Нелли Ермолаева. Да. Хорошо. Я не знаю, кто. Это знаменитости. Кто-нибудь знает, кстати, напишите в комментах, кто до сих пор смотрит, кто в курсе, кто знает. Юморист Владимир Маркони. Тамара Турала. Тамара Турала. Давай. Тамара Турала. Что это? Это на алмазовском что значит? Тамара Турала. Давай погадаем. Разложите, пожалуйста, ваши карты. Я разложу здесь. Товарищ старьянец. Давай. На Тамару Турала. Давай. Ты пока произноси эти. Никак. У меня, знаешь, бабушка еще говорила. Знаешь, такие. Трет. Там япончик. То я мотоканава. Давай. Юморист Владимир Маркони. Тамара Турава. Евгения Искандрова. Комеди Баттл. Ирина Пинчук. Сергей Косенко. Никита Атикин. Руслан Соколовский. Кто все эти люди? Здесь есть фотографии. Я ни одного не знаю. Ни одного. Верховный жрец, кстати. А на месте продюсеров я бы не разрешил пользоваться пользоваться мобильной связью. Там не написано, кто будет Верховный жрец. Верховный жрец? Ну, это та самая дама, которая на... Ксюша? Нет. У которой франшиза на пляже. Да-да-да. А жрица. Мне знаешь, что интересно? Да. Вот. Ты сейчас прочитал. Мы сейчас, кстати, просто дисклеймер. Опять же, никого не хотим обидеть. Мы просто стебемся. Да. Это все условно. Любые дамы полненькие, неполненькие. Любые совпадения совершенно случайные. Ты мне вот скажи. Ты сейчас прочитал новость, в которой написано, что на остров надо взять одну единственную вещь на их усмотрение. И у тебя в любом случае в голове возник какой-то образ какой-то этой вещи. Вот что ты представил сразу? У меня-то ладно. У них-то что? Нет. А вот мне интересно, что ты подумал. Тебе говорят, возьми одну любую вещь. И ты представляешь себе вот сходу, что это? Нет. Как нет? Нет, ты ничего не берешь. Я не хочу ничего. Мне ничего не надо. Дайте мне свободу. Ну, блин, а что ты возьмешь одну на остров? Зубную щетку. Прям спасет, да? Без пасты. Ну, с пастой такая. Что ты будешь делать? Хорошо, что ты будешь делать зубной щеткой? Все. Я все буду делать зубной щеткой. Я костры буду разводить зубной щеткой. Нет. Ты думаешь, что орангутанг? Ты как бы с ним договоришься, да? Типа, товарищ, я почищу вам зуба, вы меня отпустите. Ну, ты же не американец, ты не сможешь продать его. А я возьму электрическую. А это уже... И что ты ему чистить? Это уже что-то. Могу золото островное чистить за мой счет. Что ты с этим зубной... Блин, опять же... А, подожди. Не, ну так, филисабрезы. Мы же не договорились, что остров необитаемый. А в моей голове именно так все. А, просто остров. Короче, вы едете в пятизвездочный отель, на остров на неделю, возьмите что-нибудь одно. Я бы взял деньги. Я бы взял кого-нибудь с эстрады, чтобы пели по утрам. Цыган? И медведь. Ну так, мы так обычно в отпуске. Это... Цыганами и медведь. Единственное, что я возьму, это мой ансамбль. Надежда Бавканова блогер же, едет на остров. А на блогер? А возьмите, ну допустим, возьмите какую-нибудь одну вещь. Я возьму свой ансамбль со всеми вытекающих. Со всеми причиндала. Всего один. А ведущим, кстати, шоу стал участник шестого сезона шоу «Последний герой» экс-резидент Камеди Клаб Таир Мамедов. Эй! Распиарил его дуть в своем. Подожди, а он же, это он же, по-моему, в какое-то время переехал? Скандал интриги расследования. Переехал в Штаты, да, жить? Ну вот он рассказывал, да, о том, как он переехал. Смотри, возвращается в шоу-бизнес. А говорил, да тут все хорошо, да я тут футболки по 100 баксов продаю. Да. Кстати. Кстати, 100 баксов. Хотите, мы футболку Демаса, Алмаза продадим за 100 баксов. Оговорочки. Кстати. Кстати, по-моему, кто-то их уже прислал. Нам прислали 100 баксов, ребята, вы можете опоздать. Мы можем пересчитать. Давай я вам поставлю какую-то хорошую музыку, и я пока пересчитаю, сколько там. Нет, подожди, во-первых, мы не дочитали. А, да серьезно, как все серьезно? Условия игры требуют от участников проявления социальных качеств. Например, умение создать коалицию. Умение создать из себя и той вещи, которую ты взял. Да, и сделать вид, что ты ее создал. Я что-то создаю. А кто не сможет? А кто не сможет? А что такое коалиция? Коалиция? Это с калами что-то. Это с калами? Это когда много кал. Кал. Кал и лица. И для победы необходимо сочетание всех качеств. Кал. Подожди, ты только одно качество перечислил. Я? Какое? Ну, коалицию. А нужно все качества. Ну, когда ты соберешь всех их вместе. А может быть, там нужно будет умение создать оппозицию. Безумная щетка. Безумная щетка. Оппозиционная коалиция. Куалы такие собрались на пляже, короче. Смотрят на ту самую тетку. В три что-то там. С ансамблем. За всем этим сбоку наблюдают бабкина с ансамблем. Инструментами. Хороший восемь. И ты стоишь посредине, за мной щеткой электрической. Вот так надо делать шоу. На тенте. И такая, ребята. И где там Таир? Твою дивизию. И где там Таир? И тут выходит Таир? А Таир? А Таир? А Таир Мамедов. Равно как и тот, кто умеет выстроить со всеми коммуникацией, но не способен снять с пальмы кокос. Господи, я чуть не прочитал кокос. Такая новая, видимо, то и есть. Интересно, что создатели шоу оставили блогерам возможность создавать контент. Да? Но они же блогеры. Они умеют. У вас разница между инсталляцией и перформансом? А кто не знает, кто знает, напишите, а кто не знает, узнаете в следующей передаче. Ребят, я вам скажу так, инсталляция это... Это не перформанс. Это вам не перформанс. Твой красный микрофон, он Air. Он микрофон, он не Air. Но проходит через него Air. Со словами и мыслями. Ты сейчас, как бы, Nike не остался должен за Air. Ладно, давай, погнали. Погнали. К нам пришел верховный жрец на картах. Это очень хороший знак. Это сосед сверху, он постоянно приходит нам жрать за чем-то моего. О, да. Зачем вы его пускаете? Почему он у меня на столе лежит? А мы и не пустили в этот раз. Знаете, вот про еду. А ты его все равно вызвал на карты. А про еду у меня есть новость. Ребят, на ночь-то. Самое оно? Самое оно. Причем, да. Как бы, без чего не может жить ни один взрослый мужчина. Да и женщина. Без фастфуда. Трепещите, зорники. Трепещите, зорники. Говорится, за марафон мы уже поговорили. Почему бы и не поговорить теперь за... За Burger King, который приходит к нам на материк. Бургер к нам приходит, бургер к нам приходит. Веселье приходит и вкус бодрящий. Бургер, он всегда настоящий. Не знаю, экспромт. Короче, ребят, чушь может быть. Так, погнали. Погнали. Цены в таллинских ресторанах Burger King будут лишь немного ниже, чем в Финляндии. В ближайшее время в Таллине откроют три ресторана. Но четочку все-таки капельку пониже. Немножечко. Мы же все-таки. Слушай, не, ну надо было сделать повыше, чтобы мы смогли уважать себя, правильно? А так, пониже. Несерьезно. Я себя и так уважаю. Выясняю. Я и за бесплатно бы уважал, если честно. Да и вообще любые вкусные штуки обожаю. На халяву. На халяву. На халяву-то оно... Значит, на халяву оно без разницы, сколько оно стоит. Правильно? Я так считаю. В целом, грамотный подход от товарища Алмазова. Базильева. Алмаз Базильева. Алмаз Базильева. А представляешь, у тебя была бы фирма своя? Знаешь, как в России, там, на востоке... Пять монет. Алмаз Базиль. Алмаз Базиль. Алмаз Базиль. Это будет пятикопеечный траст. Бутик со стразами. Со стразами. Еще до Беларуси потянуло. Бутик. А это потому, что за бургер вспомнили. Который будет чуточку дешевле. Как нам заявили. Так сказать. Но. И что? Ну вот. Так сравнивают рестораны с сетью быстрого питания Макдональдс. В которой наборы обычно стоят от пяти до семи евро. Вот. И достали. Как говорится, бургер с бургером надо сравнивать. С одной стороны. А с другой стороны. Слушай, мне интересно, что... Он такой же бургер. Ты знаешь, что такое вупер? Что? Вупер. Вупер? Ну вот мы привыкли, что в Макдональдсе, например, ты приходишь и заказываешь себе гамбургер. Или бургер. Или там чизбургер. Или что-то. А в Бургер Кинге почему-то вупер. Вупер. Ну хорошо. А что такое вупер? Там написано? Ну, видимо, тот же гамбургер просто не решили по-другому его назвать. Хотя это не точно. Я не знаю, не пробовал, но вот откроется. Я не знаю, я ходил единожды в Бургер Кинг. Да. На корабле? Сейчас будет... Далеко ли на корабле надо ходить? Так. Нет, на корабле не ходил, но... Тебе понравилось? Бургер Кинге? Да. В целом? В целом. Но я, видишь, я сколько не ходил по вот этим вот стандартным фастфудам. Они, в принципе, очень похожи друг на друга. Может быть, я был не там, где стоило сходить. Не на правах рекламы. Мы как бы бренды совершенно спокойно называем. Нам, да. То есть мы, как говорится, если нам... Никого ни к чему не уговаривают. Если нам надо что-то, так сказать, нехорошими словами обложить, мы это сделаем. Да. Не предвзято. Хотя, если когда-нибудь... Давайте так. Если когда-нибудь... Мы всех не предвзято одинаково не любим. Но перосмани... Да. Перосмани классно. Но это все ничего. Вы бы видели, как он на домашние перемешки реагирует. Ах. Вах. Ты вот сейчас людей дрозишь на то, чего у них теоретически даже нет возможности попробовать. Почему? Время еще не так поздно. А у кого-то, может быть, и завалялось. Кто-то сейчас позвонит в дверной звонок и попросит. Да почему в дверной звонок-то? В какой? В мразилку надо звонить. А напрямую? А кто-то, может быть, изнательной колокольчикой. Дамочка догадывается. Метердотель, будьте любезны. Здравствуйте, пельменная. Сколько вам отлепить? Да. Супруга с кухней у кого-нибудь, да? Читаю дальше. Если сравнить цены Burger King в Финляндии, то в Эстонии цены немножко ниже. Например, набор с вопером. С вопером. О, господи, он еще и вопер. Ну почему? Вопер! Стой, 7,75. А с двойным вопером 8,75. Слушай. В Финляндии дороже. На 70 центов. Ну а ты, получается, за евросик получаешь дополнительный вопер или что? Ну, он просто двойной. Что значит? Ну, двойной. Блин, я не знаю, это какой вопер. Это как два леща, да? Да, да, да. За вопер евро. Воблер. На, на. Иди отсюда, жертвец. Ой, чувствую, сейчас после эфира кто-то поедет за фастфудом. И это буду я, но не я, да? Потому что, да. Слушай, ну и... Так, это вся новость. Какие-то ты грустные истории на ночь-то рассказываешь. Ну почему? Фастфуд на ночь-то совсем не грустная история. А может быть мы простимулируем сейчас. А может быть ворона. Короче. Не ешьте много на ночь. Если вы, конечно, сегодня не пробежали марафон. Мы еще немножко с вами, а потом убегаем. Хотя бы полумарафон. Мы в эфире. Да ты что? А я еще не догадал. Все. Не догадался. Ну. Да-да. Догадливый. Догаживай. Загаживай. Загадливый ты мой. Догаживай уже. Я не знаю. Что тебе сказали карты? Слушай, карты нам дали четверку кубков, пятерку кубков и повешенного. Как позитивно ты хочешь. Надо закатчить на хорошей ночь. Ну можем залепить повешенного. Ну вот как раз шестерочки. Залепи повешенного шестерочкой. Не отвлекайся. Да. Да. Я не знаю. Скажем мы что-нибудь еще. Слушай. Мне кажется у нас закончились новости. У нас закончились новости. Это хорошая новость. Это отличная новость. Я думал он всех задолбал слушать нас. Но песенки были неплохие. А будет еще кстати лучше. Мы же сюда дисклеймером не зря поставили. Да. Дождитесь до конца. У нас есть. Будет весело. У нас есть заготовочка. У нас есть заготовочка. Не первый раз так сказать. Да. В эфире. Ну что. Что ты скажешь. Я скажу что не забывайте подписываться. Мы вас всех обязательно пригласим еще раз по одному кругу. В нашу группу. Есть в Кварке шоу. Поищите. Она есть на фейсбуке. Смотрите нас не только в фейсбуке. Фейсбук для нас это конечно отличная возможность вас собрать в одном месте. Точнее сказать вам что мы в эфире. Но у нас есть канал. Посмотрите в комментариях к этому видосу. Мы несколько раз выставляли. Зайдите на твич. Есть такая платформа стриминга. Она в основном раньше была для игроманов. Для чуваков которые с мышкой и клавиатурой сидят днями и ночами. Ну вот у тебя и мышка и клавиатурой. Но среди них очень богатые люди кстати. И игра. Да. У меня есть мышка и клавиатура и ты. Вот. Короче. Там просто можно стримиться без всяких разных ограничений. Если вас там будет наконец-то много. Мы сможем не только русскую музыку играть. Кого-то это расстроит. А кого-то может быть не очень наоборот. Дойдем и до классической в том числе. Обязательно кстати. А с ней по правам не будет проблем. С ней уже не будет. Бетховен вряд ли предъявит. Ребята ставим лайки. Подписываемся. Жмем колокольчик. На нас. На товарища Алмазова. На всех итальянцев. Кого вы знаете. На армян. Ровно через неделю я жду вас на гадания о картах Таро. Кто-то получит хорошее гадание. Кто-то сможет посмотреть на пачку долларов. На волшебный шар. До новых встреч. Да. На волшебную прическу. На ангельские крылья. Я не знаю. А может быть что-то еще будет интересное. Мы же сами не знаем. Что мы вам уготовили. Короче. До новых встреч. Еще пара треков. Подождите конца.